Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. 200 банков могут рухнуть в этом году. Такие выводы сделал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основании проведенных стресс-тестов. Представители Центра посчитали, что для преодоления всех проблем им потребуется 900 миллиардов рублей помощи. Кроме того, если Центробанк заморозит ключевую ставку, то поддержка будет нужна еще большему количеству финансовых учреждений. Мне вот все интересно. Банкиры зарабатывают на мизерных ставках и бешеных кредитах огромные деньги. Куда все это только девается? 15 тысяч рублей. Максимальная сумма для анонимной покупки ювелирных изделий. Такое предложение сделал парламентский комитет по финансовому рынку. При покупке ювелирных изделий с использованием персонифицированных средств платежа можно избежать предъявления документов, если сумма покупки не превышает 100 тысяч рублей. Тем не менее, продавцы ювелирной продукции могут попросить предъявить документы при покупке и на меньшие суммы, если у них возникает подозрение, что приобретение делается для легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Боливия и Россия завершают подготовительный период к подписанию соглашения о безвизовых поездках. Вскоре российские туристы смогут посещать эту страну без визы. До настоящего времени туристическая виза в Боливию считалась действительной в течение 30 дней с даты выдачи туристу. При этом путешественник имеет право находиться на территории страны на протяжении 30 дней с момента получения визы. Примечательно, что консульство Боливии не взимает с туристов консульский сбор за оформление визы. Ждем безвизового соглашения с Конго, Заиром и, конечно, с Сомали. Российский фондовый рынок открылся на отрицательной территории. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1615 пунктов. Среди лидеров падения МИЧЛ, РДР Русала, АФК Система, Распадская и Башнефть. Лидеры роста МРСК Центра, Норникель, КамАЗ и ПИК. Торги в Европе и США накануне завершились в плюсе. Ведущие азиатские площадки во вторник утром торговались смешанной динамикой. Ключевым негативным фактором, повлиявшим на открытие торгов на российском рынке акций, стало понижение агентствам S&P суверенного кредитного рейтинга России до спекулятивного уровня, 2Б+, с негативным прогнозом. Курс доллара на 27 января 65 рублей 59 копеек, курс евро 73 рубля 56 копеек, золото стоит 2705 рублей за грамм, серебро стоит 38 рублей 44 копейки за грамм, цена нефти марки Brent 48 долларов 5 центов за баррель. На сегодня это все, удачи в делах!